Сейчас для меня Миша Кокляев еще со сборной России, это штангист. Я сама являюсь мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, поэтому мы знакомы уже давно по этому спорту. Для меня он остается штангистом всегда. Для меня это друг мой и моя мотивация. Хотя человек вроде как бы, ну, одного возраста со мной. Ждали его на Камчатку, приглашали. Сейчас хочу спросить, когда приедет. Там ребята готовы к встрече. А так, можно сказать, для многих, наверное, для молодежи, какой-никакой идол тяжелой атлетики, силового экстрима, на него смотрим, на него равняемся. На самом деле, когда я его еще толком не знал, только видел по телевизору, на тот же ПЛСЕ, о котором он сейчас говорил, он, можно сказать, легендой был. Когда я уже познакомился с ним, стал обычным человеком. Может быть, как старший товарищ, не знаю, уровень как наставник, например. Может быть, что-то может дать, какой-то свой секрет. На дне те же грабли, чтобы не наступать, как он. Может быть, вот как-то так, наверное. Я бы Михаила Кокляева, скажу честно, назвал проповедником. Почему? Потому что убедился, побывав сегодня на его семинаре, что Михаил человек искренне верующий. И тот месседж, что послание, которое он посылает своей, так сказать, публике, своим поклонникам, тем, кто неравнодушен к его деятельности, это касается не только спорта, не только его какой-то медийной, блогерской деятельности, а просто то, что с человеком происходит по жизни. И я считаю, что Михаил таким образом проповедует. Для меня он именно легендарная личность. То есть, начиная вообще заниматься, первые ролики на Ютубе, которые я смотрел, это как раз именно Кокляева. То есть, с них пошел даже. То есть, Кокляев, Кокляева, это реальная качалка. Добавь присед, тяга вырастет. Но только должен знать, что тяга не любит присед, а присед не любит тягу. Если ты хочешь выступать в тяге, присед убирай большой. Вот. Ну, вот так я тебе сразу же. Ты такой раз тебе, хоп, взял на вооружение. Раз тянул 230, раз потянул на свече соревнования 240. Раз и подумал, вот славно как. Вот здорово, что я паралифтингом-то занялся, понимаешь? Элементарные прописные вещи. Иной раз взрослые люди об этом не говорят, потому что они сами это прожили. И думают, что все так прожили. И проживут дальше. И что молодежь, она будет об этом знать. Нифига. Каждый раз появляется новый человек. Через 8 лет он идет в школу. Еще через 10 лет он идет в институт. И постоянно он проходит вот эти жизненные институты. Он слушает кого-то. И если сегодня телевизор рекламирует что-то, мы это видим. Если сегодня в телевизор Камеди Клаб показывает, как себя можно вести, мы это видим. Так почему мы не можем нормальные люди говорить об ошибках спорта, о собственных ошибках рассказать, чтобы другие по этому протаренному пути прошли? Не жалко. Не жалко. Мне лично не жалко. Потому что Михаил себя попробовал в очень многих областях. Он был и в разных спортивных специализациях, и как медийная личность. Также он пробует себя в роли, так сказать, организатора, в роли промоутера. И даже ринг-анонсером он был, кстати, на бое Вадима Дочи Александра Тихомирова, для тех, кто помнит, в 16-м году. То есть человек прошел через многое, через фармакологию, через спортивное питание. Мы понимаем, о чем он говорит. То есть слушать бодибилдера, еще кого-то, ну это неинтересно. То есть мы видим, публику это далеко не бодибилдеры, это ребята, занимающиеся именно силовыми видами спорта. Все мы люди, и мы хотим, мы много сейчас, у нас есть информации в интернете, в разных СМИ там, и там все написано по шаблонам. Миша несет в народ свое мнение. И оно где-то кому-то нравится, кому-то не нравится, и каждый оценивает себя сам. Я думаю, что им интересно, Михаиле, то, что он живой, то, что он общается с людьми на выкнутой руке, говорит не какими-то заученными фразами, там, правильно, неправильно, но и то, что он думает, это людям интересно. Когда уж говорить о шкурном вопросе, что я преследую, когда меня уже не будет, тогда ты будешь постарше, уже старшим, уже взрослым, ты будешь говорить, я поднимал во времена Белкина, потому что он так делал, я его поднимал во времена Котляева, потому что он так говорил, и мне это помогло, понимаешь? Вот здесь зацепиться за историю не грех, хорошими делами зацепиться за историю. И передавайте, когда иной раз последние мои годы, самый главный вопрос, который меня волновал, не зачем я это делал, а увидит ли молодежь, а примет ли это наследие следующее поколение спортсменов, а передаст ли эти слова, эти мысли Миши Шевляков туда, следующим, сумеет ли он это озвучить, рассказать о вреде вот этого, вот этого, вот этого, или он захочет пойти в депутаты, где об этом не говорят, расскажет это красочно ли Юра Белкин, или перескажет об этом Кирилл Сарачев, скорее всего перескажет, потому что он на пути к этому, о том, что как он шел, и чего нужно миновать. А по большому счету все эти спичи, все этот разговор, это кто-то говорит популярность или еще прочие вещи, это нет, это не ради популярности, а от популярности, если ты популярен, ты должен затрагивать непопулярные темы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok